Новый пистолет-пулемёт Титул, который можно заработать в течение ивента Игры Стражей, интересней, чем ты мог бы подумать, и по нескольким причинам его стоит сформить в свой арсенал до 24 мая. В этом видео я расскажу, чем Титул заслужил такого пристального внимания. Как и всегда, постараюсь не затягивать, так что сначала реклама от спонсора, а потом сразу продолжим. Небольшое сообщение от спонсора сегодняшнего видео, проверенного сервиса двинг.нет, который отлично подойдёт тем игрокам, у кого нет постоянной команды, или просто тем, кто ценит своё время и нервы. Благодаря обновлённому функционалу сервиса больше нет необходимости передавать свои данные. Сотрудники двинг помогут завершить сложный квест, выполнить триумф, пройти рейд или получить заветный экзот вместе с тобой в качестве сопровождения. Сайт работает давно, новинок в ассортименте появилось много, а цены стали ниже. Теперь на двинг есть всё, чтобы обеспечить тебе комфортную игру. Ну а по промокоду Трипл Вайп, мои зрители могут получить на сайте специальную скидку в 15% на все предоставленные услуги. Заинтересован? Ещё бы! Переходи по ссылке в описании и пользуйся качественным сервисом. Ну а если остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получай ответ. Теперь к видео. Пистолеты-пулемёты в целом довольно хороши сейчас, как в ПВП, так и в ПВЕ. Мы, к примеру, разбирали короткий и простой билд, который завязан на пустоте 3.0 и пустотные ППшки вроде Гнева Шаюры или Воронкопряда. И вот сюрприз, ППшка, о которой мы говорим сегодня, тоже с пустотным типом урона, так что это уже первый пунктик за в её копилку. Вторым весомым плюсом будет уникальный исходный бонус – классовый претендент, который даёт энергию классовой способности за добивающие попадания из этого ПП. Не в крит, не после какого-нибудь активированного перезарядкой бафа, а просто за убийство врагов. А это, как вы легко можете догадаться, довольно весомый фундамент для выстраивания билдов с этим пистолетом-пулемётом. Нет, конечно, один килл не откапливает вам 10-20%, но это уже были бы свойства экзотика, согласитесь. Окей, теперь перки. Какие из них тут могут попасться и какие из них нам интересны? Ну, из стволов ищем чеканные нарезы, либо зауженный ствол. В магазинах нам в первую очередь должны попасться облегчённый магазин или рикошетные патроны. В предпоследней колонке жаждем вечного движения, характеристики для всех или мародёр. Они нам нужны для компенсирования разных провисающих статов этого пистолет-пулемёта. Ну и в конце что-нибудь на урон, вроде рубаки, одного за всех в окружении или сосредоточенной ярости. ПП-шка титул скорее хороший пример того, как должно выглядеть ивентовое оружие. Особый статический перк на раме, хоть добавляет скромное количество энергии классовой способности, но всё же делает пушку уникальной и даже выгодно выделяет на фоне других ПП-к. В будущем сезоне мета из-за нерфа спешелов может ощутимо измениться. Многие уже делают ставку на то, что на ближней дистанции главным оружием станут пистолеты и пистолеты-пулемёты. И как бы многие иронично не смотрели на сайдармы, но мы помним опыт нерфа особых патронов в первой части и то, что именно пистолеты пришли на смену дробовикам и снайперкам. А теперь у нас в распоряжении есть шикарные пистолеты-пулемёты, которые и без того хорошо себя проявляют и в битве с стражей, и в ПВЕ-активностях. Так что да, я рекомендую сформить эту пушку титул хотя бы в нескольких более-менее интересных вариантах и дать ей шанс в следующем сезоне, если не хотите менять на неё свой текущий пистолет-пулемёт. На этом у меня всё. Спасибо, что смотрите. Удачного вам фарма. До связи.